Туризм в Сибири набирает обороты на открытие съезда. Этот факт подчеркнули депутат Государственной Думы страны и губернатор Алтайского края. Сибирский федеральный округ в этом году вышел в лидеры по приросту туристических поездок. И я считаю, что это не предел. Перспектива у вас гораздо больше, гораздо шире. С каждым годом появляется все больше возможностей для путешествий на Алтае зимой и летом. Уверен, что совместными усилиями государства и бизнеса мы справимся с поставленной президентом России задачей сделать туризм одним из заметных драйверов экономики страны. Сейчас одна из основных задач, которые предстоит решить, в том числе в нашем крае, аттестация экскурсоводов и инструкторов-проводников. Председатель комиссии по аттестации в нашем регионе Ирина Слесарева сравнила процесс с больницей, в которой после отсеивания шаманов и предсказателей лечить людей остаются специалисты с опытом и дипломами. Процесс аттестации непростой даже для экскурсоводов с большим стажем, отметили сегодня гости из Бурятии. Отсев идет большой, потому что все-таки это аттестация, это тоже такая палка о двух концах. С одной стороны, ты должен быть уже опытным, у тебя должен быть уже опыт, то есть ты должен понимать, сколько километров проехать, куда посмотреть, налево-направо, какой объект выбрать для показа, для рассказа и так далее. А с другой стороны, подразумевается, что без аттестации работать как бы и нельзя. То есть приходится понимать, что какое-то определенное количество все равно новичков, они безусловно будут еще без аттестации работать на маршрутах. В Алтайском крае на сегодняшний день аттестовано порядка 60 экскурсоводов. Соответственно, эти люди уже зарегистрированы в Едином федеральном реестре, перейти на который можно по QR-коду, расположенному на бейже экскурсовода, прошедшего аттестацию. Особенно важно наличие аттестации для инструкторов-проводников, ведь они несут ответственность в том числе за здоровье и жизни людей. Сейчас вы изменили в законе нормы. Если раньше мы говорили, что поход определяется количеством дней, сколько на маршруте, продолжительностью, то сегодня вы можете на два часа выйти, ну, например, просто хотите пройти какой-то порог, прокатиться, как сейчас говорят по катушке. Этот порог может быть третьей категорией сложности. Так вот, человек, который организует эти покатушки, он должен иметь опыт инструктора третьей категории сложности. Кстати, далеко не все инструкторы торопятся пройти аттестацию. Многие выжидают, желая отследить, как ее наличие будет контролироваться и какие штрафы ждут тех, у кого ее нет. Вопросов много, ответить на них и призваны подобные сегодняшнему съезды. Впрочем, как и на вопрос, какие промышленные предприятия готовы принять туристов, ведь промышленный туризм становится все более популярным. Предприятия идут навстречу, для них это возможность показать себя, показать гостям, всем тем, кто интересуется тем или иным направлением в промышленности, ну и возможность получить, наверное, будущие кадры для отрасли. Сангаджи Тарбаев хотел бы услышать мнение участников форума «Визит Алтая». Съезд проходит в его рамках и о классификации гостиниц, а также горнолыжных трасс и пляжей. Как известно, этот закон в Госдуме приняли буквально на днях. Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.